Следить за ходом выборов и принимать сигнал о нарушениях – главные задачи ситуационного центра, которые открыли в здании филиала Академии при президенте России. На избирательных участках будут присутствовать около ста наблюдателей от региональной общественной палаты. 4 сентября Советом палаты было принято положение о движении граждан, наблюдателей на эти выборы. На сегодняшний день около 80 заявлений поступило и обработано. Практически все муниципальные образования будут закрыты нашими наблюдателями. Наблюдатели уже начали обходить избирательные участки. Они проверяют эпидемиологическую обстановку и наличие средств индивидуальной защиты. А во время проведения выборов будут сообщать о выявленных нарушениях. Члены общественной палаты отмечают – отдельные инциденты уже зафиксированы. И партии, и кандидаты проявляют не всегда себя с положительной стороны. Известны случаи, когда отрывают агитационную, наглядную агитацию, когда каким-то образом пытаются помешать соперникам на этих выборах. Конечно, все эти случаи мы отслеживаем. Безусловно, будет реакция. Владимирский филиал Академии уже больше 10 лет сотрудничает с избирателями комиссиями региона и помогает в организации выборов. По опыту голосования за поправки в Конституцию этим летом экспертам стало понятно. Жители города чаще всего обращаются с вопросами о самых насущных проблемах. Безопасно ли, если к ним придут домой и они проголосуют? Будут ли учтены голоса при голосовании дома? Либо же в специальных центрах, которые были организованы на улице? Мы ожидаем, что сейчас вопросы будут все же самые. Потому что на самом деле это уже те выборы, которые проходят традиционно. С 11 по 13 сентября в ситуационном центре будут дежурить члены общественной палаты и регионального отделения Ассоциаций юристов России. Две организации подписали соглашение. Задача юристов – помогать общественникам консультировать граждан, а также защищать права жителей региона на участие в выборах. Например, вовремя не изменил избирательный участок. И отправляет человек, грубо говоря, зарегистрированным в другом городе, в его родной город голосовать. Но как бы человек имеет право проголосовать. И мы уже разъясняем данную ситуацию, то, что да, такие казусы возможны, но как бы нужно идти навстречу людям. Чтобы сообщить о нарушениях и узнать, где и когда можно проголосовать, не обязательно лично приходить в ситуационный центр. Задать вопросы его сотрудникам можно по телефону горячей линии. С 8 утра до 20 часов.